Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю огромное длинное письмо. Где-то могу останавливаться, но постараюсь этого не делать, потому что там прям очень красиво, лаконично все написано и описано. Где-то могу чуть-чуть останавливаться, но в итоге по окончании письма дам свои комментарии, вы в том числе. Так что давайте приступим. Добрый день, Галина. Хочу поделиться с вами своей историей знакомства с турецким мужчиной, своим опытом, так сказать. Мне 40 лет, я живу в России, в Москве. За плечами был брак, есть двое детей от первого брака. В разводе уже я достаточно долгое время. И вот подруга уговорила меня зарегистрироваться на сайте знакомства на международном сайте. Познакомилась я со своим турецким мужчиной на этом сайте. Общение складывалось как по маслу, но он старше меня, ему 49 лет. И вот уже спустя неделю мой мужчина приглашает меня в Стамбул, предлагает организовать встречу, оплатит, может, он 50%, отель, развлечения, экскурсии уже на нем. Все это берет на себя. То есть, получается, девушка оплачивала лишь 50% от билетов, а все остальное, ну, как бы логично, окей. Взвесив все за и против, я согласилась, и вот уже я в Стамбуле. Знакомство прошло хорошо, провели 4 дня прекрасно, гуляли, много общались. И мне показалось, что мужчина очень галантен, сдержан, совершенно без каких-либо понтов. Многоточие. Первое впечатление обманчиво. Давайте дальше. Но были моменты, когда он проявлял, на мой взгляд, агрессию, и проскальзывала его некая вспыльчивость. Мы много гуляли, посетили много красивых мест, сидели в кафе и в ресторанах. Но я заметила, что поделал меня в самые обычные кафе, выбирая места подешевле. В первый вечер знакомства он пригласил меня в ресторан. Заказывал на свое усмотрение полный стол. Но в последние дни мы ходили по-другому много раз, но ходили в какие-то кафешки, лишь пить чай и кофе. Я удивлялась, как так? Весь день гуляем, кушать он мне не предлагал, сам, видимо, не хотел. А лишь спрашивал, может, кофе попьем, может, чаю попьем? Ну, я отвечала, да, было бы неплохо. Придел в кафе, он спрашивал, ну что, чай? То есть, смотрите, я сразу скажу, я знаю, к чему письмо закончится, я уже его прочитала, когда он ко мне только пришел. Я сразу восстанавливаюсь, да? Вот они, эти моменты. Знаете, в чем прикол? В чем в нем что-то искать? Свои очищения, девочки. Когда вам что-то в отношениях не нравится, иностранец, иностранец, не важно кто, вот идете на свидание, не нравится что-то, не глушите это в себе. Мне не нравится, я обращаю на это внимание, имею на это полное право. Мне вот не нравится вот это. Но не говорит о том, что надо кричать, выяснять отношения или еще что-то. Вы в своих чувствах себе не отказываете. Берите себе на замяточку. Не забиваем на это и молчим. Если с ним молчим, то внутри себя, вот это мне не нравится. Списочки, что мне не нравится, обязательно вносим, не закрываем на это глаза. Иногда не предлагала знакомиться с меню. Может быть, ты голодна, может, ты выберешь что-нибудь, такого не было. В общем, тогда я особого значения не придала подобным аспектам. А надо было, да? Так как завтракали мы в отеле, очень хорошо. А вот уже оставшуюся часть дня мы ехали гулять по городу. Безусловно, было лето, была сильная жара, кушать не особо хотелось. Ну, а ужина типа не надо, да? Я списывала все на жару. На то, что в прогулках по достопримечательствам мы пили, ели мороженое, какие-то булочки, бублики, в общем, перебивали аппетит кусками. Наверное, я решила, что именно по этой причине мужчина не предлагал ничего нам покушать в кафе. Вернувшись обратно в Москву, наше общение продолжилось уже каждый день 24 на 7. Он всегда был на связи, мы списывались, и в процессе дальнейшего общения он вновь начал звать меня в Стамбул. Но уже к себе домой предлагал остаться пожить у него. На тот момент у меня было в планах поехать в Стамбул, возможно, снять квартиру, получить ВНЖ и продлить свою рабочую деятельность в Стамбуле. Работа у меня позволяет без проблем работать в любой точке мира. Я уже давно хотела переехать в Стамбул, но ехать туда, не имея знакомых, не имея отношений, для меня это был какой-то отпугивающий аспект. А тут вроде бы мужчина и точек соприкосновения много. Почему бы не дать шанс этим отношениям, подумала я. То есть смотрите, вот еще моментик останавливаем для вас, для вашего анализа, автора письма. То есть мое желание поехать уже было, и мне нужно для успокоения, понижения своей тревожности, точки соприкосновения, либо отношения, либо какие-то друзья-знакомые в Стамбуле. Я тогда дала шанс этим отношениям на общение, потому что моя цель-то вообще, я уже хотела туда переехать, мне просто было бы так проще. Вот смотрите, я даю шанс отношениям, то есть у меня есть что-то, что не нравится, но этот человек закрывает мою высшую, главную потребность на тот момент, вот это переезд. Мне бы с ним было комфортно, удобно и так далее. То есть я его отчасти, назовем так бы, использовала, мне это комфортно, удобно, ничего такого. Слово использование вообще в психологии плохого смысла не несет, это социальное ощущение к слову не очень хорошее может быть. Мы все, кто-то кого-то по потребностям своим используем, так что ваша потребность была, я дала шанс и закрыла глаза на многие моменты в его поведении, в характере, не хотела ведь, потому что мне было комфортно в тот момент, вот на это в будущем, в других отношениях обращать внимание. Вот мы стали разрабатывать план моего переезда. Он обещал оформить мне ВНЖ, на все мои вопросы говорил, как необходимо документы, что-то, ой, все нормально, ничего не нужно, бери лишь свои дипломы образования, квалификации, паспорт и все. Все, что оформляем в ВНЖ, я все беру на себя. Он постоянно делал акцент на то, что хорошо зарабатывает, и что все эти расходы он возьмет на себя. И чтобы я привыкла к тому, что у меня теперь есть плечо, есть турецкий мужчина, а я с ним как за каменной стеной. Еще один якорь, за что он вас поймал, вам именно вот это хотелось слышать. Можно сказать, ну это каждой женщине приятно, я не спорю. Но для вас это было таким фактором очень важным. И вы поэтому думали, ну сейчас я расслаблюсь, в принципе, это к тому приходится. Никогда не слушаем слова, это не про менталитет турецкий, а вообще про мужиков. Мы смотрим на действия людей, а не на слова. Три месяца я еще жила, работала в Москве и попутно собиралась в Стамбул. Тем временем он неоднократно оказывал мне финансовую помощь. В общей сложности за эти три месяца он перевел мне порядка 20 тысяч лир. Я не просила у него деньги. Так мне вопрос, зачем он это делал, если вы потом писали, что у меня все в порядке, работа, я самодостаточная и так далее. Зачем он это делал? Может быть, как расположение к себе, типа привязать, возможно. Он так красиво пел, обещал, показал себя с наилучшей стороны, показывал стабильность, надежность свою. У меня были небольшие задолженности по кредиту. И узнав об этом факте, он предложил мне помощь, сказав, что тогда, когда ты приедешь в Стамбул, мы закроем твою карту. Он понимал, что я еду на долгое время к нему, и, естественно, первое время я буду без работы, и у меня не будет дохода. Поэтому он осознанно звал меня, несмотря на этот факт, к себе. Каждый раз, когда у меня возникали какие-либо родные сомнения, я выходила на обсуждение. Он твердо заявлял, я мужчина, привыкаю. Турецкий мужчина берет обязанности за женщину, обеспечивает, берет ее проблемы на себя и решает их. Если мужчина говорит, что хочет, чтобы женщина стала его женой. Абсолютно верно. Воспитанный культурный мужчина, да, очень многие в семьях их так учат совершенно. Но не у всех, поверьте, вам может и не повезти. И, как вы дальше в письме сейчас узнаете, у каждого свой уровень и понимание вот этого ответственности, уровня какого-то, который женщине нужно давать. Да, на тот момент он неоднократно признавался мне в любви, называл меня Ашкам Савгелим. Говорил, что ты можешь мне не верить, но вот ты увидишь, будешь моей женой. Я буду ждать сколько угодно, когда ты примешь мое предложение. Мол, иншаллах, у нас все сложится. До моего вылета в Стамбул он из кожи вон вылазил. Делал все, лишь бы я прилетела к нему. Важный фактор. И в итоге я решилась. Вновь взвесив все за и против, я вновь села в самолет и вот я лечу к нему. Дорогу он полностью оплачивал сам. Первые два дня мы остановились в отеле у моря. Все вновь по такому же сценарию, как и раньше. Завтраки в отеле, прогулки по берегу моря, поездки в центр Стамбул. Опять никаких кафе, никаких обедов, ужинов в кафе, ресторанах. Я молчала, вопросы лишние не задавала. Я решила занять наблюдательную позицию. И вот по истечению двухдневного пребывания в отеле мы поехали к нему домой. Я в квартиру. Сказать, что я обомлела, это ничего не сказать многоточием. Я была в диком шоке и ужасе. Одним словом, квартира просто помойка. Все настолько запущено, все настолько загваздано, заброшено. Но одно дело, когда все запущено в хорошем доме, где просто нет женщины. А другое, это дом, в котором отчетливо прослеживается бедность. Где очевидно-видно, что тут живут люди, которые еле-еле сводят концы с концами. Элементарный пример. Собравшись сходить в душ, я попросила чистое полотенце. В ответ мне было указано на полотенце, которое висело на двери. То есть, чистого полотенца, как полагается в приличном доме для гостя, выдано быть не планировалось. Я спросила, что полотенце брать, которым кто-то уже пользуется. Я, мягко говоря, у меня на кухне тряпка чище. В ответ изумленный взгляд. А что с этим полотенцем не так? И вот отсюда и начались все мои ранее сложившиеся впечатления. Чистоплотность и турок рушатся, как карточный домик. Ну, давайте опять вот это про стереотипы и про всех. Вам такое попался. Есть такое, да, везде такие люди бывают. Тем более, я отмечу здесь про чистоплотность турок. Этой чистоплотностью занимаются женщины. Когда мужчины у нас султаны в семье, ножки кверху. И чистоплотностью занимаются мамочки, женушки. А ему 49 лет, как потом, знаете, он в разводе. Он ничем этим не умел никогда заниматься, ничего это не делал. За него это делала мама, за него делала жена. Поэтому у него дома срач, адский бардак, нестиранное и все такое прочее. И вообще, зачем что-то вкладываться, вообще напрягаться. Вот у него есть то, что у него есть. Типа, условно, люби меня таким с моим уровнем. Нравится? Оставайся, не нравится? Уезжай. Итак, я смотрела на весь этот хлам, хлев, который он меня привел, и недоумевала. В общем, я ощущала себя, мягко говоря, за все это время пребывания у него домработницей, служанкой. А он с надменным и довольным видом, весь такой счастливый, ходил по квартире, наблюдая, как я мою посуду, и присвистывал. И говорил мне, я свищу, когда доволен, многоточие. Ну, конечно, ты будешь доволен. Привел, ты думаешь, уборщицу домой? Бесплатный клининг, что ли? Вот так вот началась наша совместная двухнедельная жизнь. Утром он уходил на работу, обставляя меня одну дома многоточие. Что я хочу сказать? Под итог таков, за все свое пребывание, в целом это две недели, мы один раз сходили в магазин за продуктами. Он купил яйца, оливки, сыр, хлеб, огурцы, помидоры, семечки. Видимо, из этого я должна была на протяжении двух недель готовить ему ужин. То, что турки любят поесть, по рассказам многочисленных блогеров, у меня вновь рухнуло в голове. Это миф. Господи, вот про всех давайте. Не миф, это в семье вашего мужчины этого. Либо мой турок был не турок. Да турок он, он просто из бедной семьи, с низким уровнем культуры, я так на это могу назвать, поймете почему подальше. И наглый, и он очень ленивый, нелюбитель напрягать свой зал. То есть, условно, чтобы покушать вкусно накрыть стол, он не хочет работать, больше зарабатывать, напрягаться, давать вам деньги на это или еще что-то. Семечки. И вот это вот все его вполне устраивает. Это в его семье так. Его родители, это 100% его родители точно так же живут, так же семечками в кавычках и питаются. Либо это был какой-то неправильный турок. Но в его доме мясо я не увидела ни разу. Иногда он покупал какие-то дурацкие сосиски. На этом все. Да, так очень многие, кстати, делают. Каждый день это опять про... Вот давайте, если про мясо, про сосиски. Да, мясо, рыба и курицы даже сейчас это очень дорого. Ну, дороже средних продуктов, да. Как и в других странах. Еще многие турки так живут на всяких овощах, на бобовых. Здесь этого очень много. И покупают какие-то там химозные а-ля сосиски или колбаски. И все, в принципе, мясо особо им не пользуется. Но это про достаток семьи, про экономическое, финансовое. Не про культуру, не про стереотип. Про всех они любят покушать. Они могут накрыть вам поляну. Но из таких продуктов, которые есть не станешь, да. Резиновый, невкусный, безвкусный сыр. Каким химические, соевые сосиски и тому подобное. То есть это прижимистая экономная семья. Он так это с детства видел. Он явно не из богатой супер какой-то семьи. Для него это нормально вообще все, что происходит. Каждый день он уезжал и на мои вопросы, когда мы будем подавать заявку на ВНЖ, отвечал завтра. В итоге, по истечению 12 дней моего пробывания, он сделал мне медицинскую страховку на год и сказал, что теперь мы можем подать заявку на сайте миграционной службы на ВНЖ. Я частично разгребла кухню, чтобы самой не раздражаться и не брезговать, к чему бы там прикасаться, пока я нахожусь и живу там. Но ему всегда говорила и делала акцент на том, что так жить нельзя. Что нужно найти время, привести дом в порядок. Без него я не могла что-либо выбросить и поменять местами. Если бы вы были как турчанка, вообще спокойно можно приходить, убирать, переменять местами. А то даже уборщицы иногда этим занимаются. Пока им хвоста не накрутите. Короче говоря, такое бы могло быть. Можно было бы менять. В общем, я выражала заявное недовольство и делала акценты на том, что необходимо купить, что нужно заменить. Давала советы по вопросам быта. В ответ я просто слышала всегда примерно одно. Нет проблем, детка. Ты можешь делать все по своему усмотрению, как считаешь нужным. Что-то не нравится, выкидывай меня. Ну вот я про это. Но на все эти действия необходимы средства многоточия. Но он и не планировал их тратиться. Вот поэтому меняй за свой счет, если хочешь, пожалуйста. Он очень был бы рад. Это вообще в семью. Как он же в семью планировал, все проще. Он был рад, чтобы вы тратили свои денежки. Он и так привык жить в этом хлеву. И, видимо, даже не стыдно было в такой дом привозить женщину. Логично ему было не стыдно. Причем я хочу сказать, что он понимал, какого уровня я женщина многоточия. И, находясь в общении, я неоднократно говорила ему, показывала свой дом в Москве на видео. Я говорила ему неоднократно, что расценивать меня как домработницу не стоит. Я не служанка, что если дом, хаос, пусть вызовет клининг. В общем, его слова расходились по всем параметрам с делом. Его обещания не выполнялись. И каждый день я все больше и больше понимала, что ничего из этого, что обещал, не делает и не планирует. А вы тоже ваши слова с делом расходились. Вы сказали, я не клининг, я не уборка. Приехали и начали убираться. Вы сейчас скажете, ну мне же самой было это неприятно. Но надо было, вот смотрите, если это пропирание границ. Я бы сразу вперед забегая, скажу, он рассчитывал, чтобы вы будете тратить свои деньги на него, на продукты, на мясо, на все, что вам надо. У него только вот то, что есть, довольна, бери, не нравится, уходи. Не нравится грязно, бери мой. Ему нравится в свинарнике жить. Вот если бы ваши тоже, вы не сдержали своего обещания, начали все это мыть, убирать и говорить, я это для себя. Ваша задача, надо было встать, сказать, я вот здесь жить не буду, я ухожу в отель. Вот так это должно было быть, чтобы вы шли логично по своим заявкам. У меня есть уровень, я вот это вот не приемлю, а вот это приемлю. Тогда и живите по уровню. Вы подключились, поэтому он стал вас продавливать, дальше наглеть. И он думал, сейчас я ее быстренько под свои условия, под свои границы загоню. Понимаете? Он максимально, вы поддаваться начали. Ваша ошибка была изначально, что вы переступили этот порог, этого свинарника. И тогда, если вам не понравилось это полотенце, надо было его бросить, выйти из квартиры и сказать, до свидания, я так не буду. Вот что надо было. Вот это расставление границ. Да, у него там бедность, нищета, хлев. Он в этом жил, рос. Для него окей. Это уже ваш вопрос. Нравится вам это? Принимаете вы это или нет? Вы начали там, типа, наводить порядки, типа, гнездо семейное, ведь вообще не надо было даже этим заниматься. Ну, короче говоря, мы начали спорить. Доходило до того, что он на меня орал. Он очень неадекватно себя вел. Если он видел или слышал от меня что-то, что ему уже заочно не нравилось или бы не понравилось, он переходил на крик. После сделанного мной ему замечаний, что на меня нельзя кричать, мол, все, обсуждай спокойно, зачем ты на меня кричишь? Он сразу же, как ребенок, переводил стрелки на меня и говорил, что я женщина, которая с ним спорит. Ему не доверяет, что я вывожу его специально и бешу его. Мы спорили с ним постоянно. У меня опускались руки. Я говорила ему, что не нужно чего-то оформлять. Я уеду обратно тогда в Россию. В ответ я получала, ты что, будешь действовать за моей спиной? Ты что, мне угрожаешь? Ты что, при каждой ссоре будешь вот так мне угрожать, что ты уедешь? Я делаю все, что могу, говорил он. Я иду медленно, но к своей цели. О, классная отмазка. Я делаю тебе документы. Я стараюсь как могу, чтобы для тебя все это было. И сделать тебя счастливой. Вот в такую речь он говорил каждый раз, постоянно в ссорах. При непонимании друг друга, уж не зная, что он там делал для меня, но факты указывали на то, что делал он все очень медленно, или это было фейк, или маскарад. У меня сложилось мнение, что он изначально знал, что никакой ОВНЖ он делать не будет, что просто понаблюдает за мной, и что когда пройдет время, я сама все сделаю или я сбегу. Совершенно верно. Он знал, что вы возьмете в итоге ответственность. Он вам по ушам поедет, что он мужик все решает. На самом деле нет. Со страховой тянул до последнего. Каждый день я задавала вопросы о страховке и ОВНЖ. И это, как всегда, приводило к конфликту. Я объясняла ему, что я хочу скорее получить ОВНЖ, чтобы уже определиться с работой и так далее. За эти две недели он один раз оставил мне 500 лир и сказал, это расходы. И ни слова я не поняла, про какие особые это расходы. На эти деньги я купила три раза продукты и готовила из них ужин. На этом все расходы закончились. После поднятия мной темы о пустом холодильнике, о продуктах, о том, что не мешало бы сходить на рынок, купить фрукты, овощи, что я не могу элементарно ничего приготовить. Но его совершенно не интересовал тот факт, что когда он приходит домой и садится ужинать, на что все это куплено. Вот ваша очередная ошибочка. Свои деньги тратили. Вы же уровень, сказали, есть какой-то. Что вы делаете? Не принес, если ваша политика не окупил. Пустая тарелка. Вот оно по пирамиду. Вы пододвигались. Он шел дальше на храбом. Еще знаю, что в турецких семьях принято по этикету после приема пищи говорить спасибо. Но это не про мой случай с этим турком. Мой приходил, ел и молча шел на кровать, ложился и засыпал. Храпел, как боров. Вот так проходит каждый новый день. Утром он уезжает в течение дня, как было раньше, когда мы были в разных странах. Он писал, интересовался, как мой день. Тут все сошло на нет. Объяснял это тем, что когда мы были на расстоянии, я работала допоздна, и у нас не было возможности видеться. А сейчас я работаю до 18.00, еду домой, чтобы тебя встретить. Но по факту мы с ним и не общались. Так, очень большое письмо. Давайте немножко вырежу тут. Я очень хорошо умею в тексте передавать всю суть пережитого, весь смысл, но однозначно могу сказать, что вел он себя как манипулятор. И под конец моего пребывания, за два дня до отъезда, он положил мне на тумбочку кредитную карту утром и сказал, вот тебе кредитная карта, лимит на ней в 1000 лир. На мой вопрос, что значит лимит? На день, на неделю, на месяц? Ответ последовал странный. Просто лимит на карте в 1000 лир. Ты можешь потратить их на свое усмотрение. Хочешь за раз, а хочешь на месяц растяни. Вот вам, пожалуйста, даже издевка такая. В итоге я сходила с ней в магазин, купила овощей на 120 лир и вернула ему карту, решив, что мне это совершенно не нужно. Стараться покупать, выбирать, готовить для того, чтобы мне даже спасибо не сказали. Как в кафе себе приходил тому и поел. А если ему что-то не понравилось, еще и наорать мог. В общем, это у нас даже вошло в норму. Приближался мой день рождения. Накануне он говорил, что купит мне красивое платье, мы пойдем отмечать день рождения в ресторан к морю. Приехав с работу, он забрал меня, и мы поехали в торговый центр. Гуляя по торговому центру, я опять поняла, что видит он меня, вводит меня по самым дешевым магазинам, где я одеваться не стану. Я явно дала ему понять, что не нужно везти меня в такие магазины, что я сама выберу себе магазин и платье. Наблюдала за его выражением лица в процессе похода по путикам. Мы плавно притекали из одного в другой. Он шел за мной хвостиком, смотрел на цены платья, к которым присматривался, и тут задала ему вопрос. Ну скажи, что не так. Возможно, магазин для тебя дорогой. Мы можем обойтись и без платья, просто сходим в кафе. На что я слышала ответ. Йок-йок, Хаир, иди выбирай, убери себе все, что хочешь. Ну окей. И вот я выбрала себе платье за цену 2000 лир. Он одобрил мой выбор, и девушка-консультант любезно проводила его к кассе. Пока она упаковывала это платье, я наблюдала за ним. Было явно видно, что человек делает эту покупку, скрипя зубами, не от души, словно у него нет выбора. Но можете представить себе, как при этом я себя ощущала. Выйдя из магазина, я ему сказала, хотела проверить и убедиться в своих подозрениях о том, что ему этот факт о покупке не по душе. Я сказала ему спасибо, магазин хороший, в нем очень большой выбор красивых платьев, много интересных моделей, так что, пожалуй, я тут всегда буду одеваться. А на что он ответил? Нет, это очень дорогой магазин, что по российским меркам может быть для меня, он и кажется дешевым, но это не по его карману. Мне это показалось странным, потому что деньги-то тогда-то он не перечислял, когда я была в России. А теперь платье за 6500 рублей, для него это высокая цена. Потому что я всегда девочке говорю, промо-акция, турок в отношениях, ухаживаниях показывает себе максимально больше, выше своей головы прыгает, из штанов вылетает, лишь бы у вас к себе расположить, что у вас и было. А по факту вот его условия, это хлев и жизнь вот за такой счет. Я тут увидела его злое лицо, он не мог уже одевать маску фальшивую и совершенно не скрывал свое недоверие. И тут я сказала ему, давай вернем это платье, не нужно мне ничего покупать, в этом нет необходимости, тем более в России у меня много платьев, я их не особо ношу. Я думала, ты хочешь видеть меня в этот вечер нарядной, особо красивой с собой в ресторане рядом, и предложил мне его купить. Но это очень дорого, тогда пойдем вернем его. И тут началось какое-то неимоверное шоу невротиков. Мужчина так кричал на турецком, хватал меня за руки, указывал на выход из торгового центра, говорил, что я же сказал, что куплю это платье, лишь сказал свое мнение. В общем, начал меня обвинять в том, что я неадекватная, что-то кричал про то, что мне нужно принимать антидепрессанты. Я сейчас скажу, вы его максимально унизили, да, он пытался играть в мачо богатого и так далее. Вы ему наступали на самое больное, на мужское достоинство, вот это все. Поэтому он так агрессивно реагировал. Покорная, не спрашивающая, затюканная Каим Турчанкова, если бы была без своего мнения, и не называют как меркантильная, она бы брала то, что есть. Она бы готовила и семечек, хлеба, и не спрашивала про мясо. Ему такая, ему даже в Турцию бабу-то трудно было бы найти, тем более. Он на то и надеялся, что вы будете вот этой, как в интернете, у нас очень часто стереотип «славянская женщина», «как у нас девочки любят хвастаться мне», «и с милым раем в шалаше», «я все, я его разделяю», «все взгоды, невзгоды», «я с ним рядом не предам», «вот, пожалуйста», «вот, он такую себе ищет». Ну, короче, долго искать ему придется. Короче, в машине мы ехали, что-то ругались через переводчик, я настолько была униженно оскорблена, что понимала, я не приму это платье, и более того, я не пойду уже с ним ни в какой ресторан. Ой, девочки, тут очень-очень еще много, а время у нас уже заканчивается. Короче говоря, я вам вкратце расскажу про платье. Еще одна история будет про кольцо. Он в итоге пытался с ней мириться, он сдал это потом в итоге платье, притащил тортик, букет, вот так он встретил день рождения и так далее. Короче, мы молчали, обстановка, мягко говоря, вещала о том, что женщина уплывает из-под его носа, видимо, он реально понял, что билет я в этот раз опять менять не буду, я решительно уеду. Про билеты. За эти две недели, это был третий билет, который был куплен мной, два предыдущих сгорели, потому что каждый раз, когда я бралась за чемодан, он не отпускал меня и каким-то образом разруливал ситуацию в пользу того, чтобы я осталась, но не в этот раз. Утром он предложил мне прогуляться перед отъездом в аэропорт к морю. Мы загрузили чемодан и отправились на побережье. Немного погуляв, он позвал меня в кафе. Мне уже нечего было терять, я с издевкой сказала, что опять чай пить попьем? Пойдем. В кафе мне было предложено меню. Меня это, вот видите, граница. Вот не надо было молчать, я вот про это вам говорила. Проблема в этом. Остраиваем границы. С издевкой сказали, что опять чай пойдем пить? В кафе мне уже предложили еду. Вот как это делается. Меня это очень удивило. Я выбрала, что хочу, и мы приступили к обеду. Я видела его растерянное лицо, что он не мог скрыть того факта, что переживает. Он понимал, что я улечу, уже больше никогда к нему не вернусь. За обедом он задал мне вопрос, скажи, ты сейчас уедешь? И на этом все. Я ответила, что да. Я зачарована поездкой, в целом у меня плохой осадочек остался. А также упомянула поступки с платьем, что у нас так не принято, что для женщин это унизительно, что любая женщина после того, как не оденет платье и никуда не пойдет после такого отношения к себе, что смысл не в том, что ты купил подарок или нет, а в том, каким образом ты это сделал. И тут он сказал, что я готовил для тебя подарок, но ты выбесила меня с этим платьем, и я решил отменить подарок. Я хотела тебе купить кольцо многоточек. Классика. Я не сдержала смеха, в открытый ему сказал, да, но кто-то тебе мешает его тогда сейчас купить. В ответ он начал говорить что-то по типу, ну в следующий раз ты приедешь, мы выберем тебе золото. А я не будь дурой и ляпнула, день рождения же прошел, ты купил платье, сдал его, давай тогда следующий подарок. Он, ну мы сейчас же едем тогда покупать тебе кольцо. Приехали в торговый центр, он зашел и завел меня в ювелирный, что-то обсуждая с консультантом, он начал предлагать мне кольца на выбор. Я так понимаю, что по целевому сегменту он консультировался с продавцом, и тот давал ему определенные суммы стоимости кольца. Все кольца были немного большеваты на мой палец, а так всегда, кстати. Он сказал мне, ты выбери любое, его изготовят по твой размер и в течение двух-трех дней доставят. Я вновь не сдержала смех и сказала, хей-хей, нет-нет-нет, я найду кольцо по своему размеру прямо сейчас в магазине. Повела его в другой магазин. Зайдя в очередной магазин, мы по той же схеме начали мерить, выбирать кольца. И тут он вновь сказал, ну ты выбери, но мы его сегодня не можем купить, нужно изготовить подходящий размер, и доставка будет в течение двух-четырех дней. Тут я не выдержала и написала через гугл-переводчик, могу ли я сейчас выбрать кольцо, и если размер меня устроит, то забрать его сразу. Это надо было видеть лицо моего турка и выражение продавца. Продавец ответил, э-э-э-э, конечно, можете. Тогда я выбрала кольцо, положила продавцу и сказала, мы берем это. И мой турок оплатил это кольцо. И тут я увидела дубль два, повторение, история с платьем. Это был на самом деле фейк, как я поняла. Он не хотел покупать это кольцо. И понимает, и понимая, что я могу соскочить с крючка, и тем более я уже улетаю, понятное дело, а по какой-то причине мой отъезд, в общем, не отъезд был, а побег. Я понимала, что это была показуха. Наверное, по его плану я должна была выбрать кольцо. Он якобы сделает заказ, когда я улечу, но не вышло. Я решила ткнуть его в это же вранье лицом и показать, что я все понимаю, я не дура. Он купил три коробки сладостей, кофе и сказал, что передай это детям. Проводил меня в аэропорт, засунул мне в паспорт 200 лир и помахал рукой. Мне вопрос, зачем в России лиры, и 200 лиры это 700 рублей. 600, даже меньше 700 где-то. Типа на такси, что ли, но лирами вы расплатиться не можете в России. Когда я приехала в Москву, он попросил меня фото моего билета с датой вылета из Стамбула. Он нужен ему для того, чтобы вернуть страховку. Бабки еще решил вернуть. Молодец. Прагматичный. После этого я нахожусь в полном недоумении и непонимании до конца, что это такое было. Простите за такой сумбурный рассказ, но рассказываю вкратце из того, что срезалось в памяти. Вот уже как два дня мы не общаемся и не надо. Выше я забыла упомянуть о том факте, что познакомил меня со своими родителями. Родители хорошие. Был у них красивый, чистый дом. Его мама, я понравилась. Она приглашала родственников. Ужин был. Со мной все познакомились. Также я познакомилась с его детьми. 12-14 лет. Они живут с его бывшей женой в разводе. Он приходил один раз к нам и мы провели вечер. Они приходили один раз и мы вместе провели вечер. Деткам, его родителям я подарила подарки. Вот и вся история о том, как турки любят пускать пыль в глаза. А самое, что запутанное, на мой взгляд, я так и не поняла, зачем мой турок меня туда так упорно звал и так упорно не отпускал. Помогите разобраться, что мне делать. На что мне подсказывают, что с ним нужно отношения завязывать. У вас еще какие-то сомнения есть? Или я что-то не понимаю в турецких мужчинах. Это мой первый опыт отношений с турком. Сочувствую, что опыт у вас не суперудачный получился. Да, такое бывает. Про пыль в глаза и все. Короче, вам надо было почаще видео мои пересмотреть побольше за все эти годы. Целый кладезь. Есть плейлист My Istanbul Life или мужское и женское. Есть плейлист про отношения. Прямо вот туда заходите и смотрите. Историй, миллионы, маленькая вагон и маленькая тережка. Нужно ли с ним общаться? Вы делаете выбор. Если вам нравится хлев, нравится такой мужчина, то продолжайте общение. Больше он вам ничего дать не может, к сожалению. Вам уже 40 лет, вы не в бирюльке в 20 лет играете и в фигню всякую верите. Вы про факты, про действия знаете себе цену. Вот цена у него вот такая. За столько он себя продает. Нравится вам или нет, выбирайте сами. Выше своей головы он прыгнуть не может. Вы увидели по факту, что у него есть. Что это было, я вам просто вкратце подытожу. Он надеялся найти себе жертвенную, стандартную славянскую жену, которая с ним впадет в омут, в брод, с милой марай шалаше, она все будет закрывать глазах, он ей будет по ушам ездить, какой он мужик. По факту у нас таких очень много девочек, которые выходят замуж, особенно не когда 20 лет они еще что-то там выпендриваться могут, а когда уже постарше, с детьми, например, от первого брака они приезжают, и здесь турецкая действительность у них оказывается не такая, какая была по интернету или при встречах, при свиданиях. Меньше социальный достаток, нет помощи мужа, там проблемы с родственникой, или он ее не защищает и так далее, всякие моменты всплывают. Тут вопрос не к нему, что это было, а к вам. Если вам это устраивает, вы остаетесь. Если не устраивает, вы это прекращаете. Все, точка. Что тут размышлять-то? Что это было? У вас еще понимаете, в чем дело? Я могу сказать, какая проблема у вас была. Вы себя как бы несете на определенном уровне, о котором заявляете, но при этом вы ему шли на уступки, квартиру вы там отмывали, неважно, какую объяснить для себя, не для себя. Уже вообще туда было не заходить, раз вам это сразу не понравилось. Игры с ним вот в эти входили. Он попирал ваши личные границы, вы чуть-чуть уступали. Поэтому эта тягомотина шла. Если бы вы были жестко, резко со своими границами сразу, он бы побился вот в эти стены ваши и сам бы отстал. Вы ему давали шанс весить вам лапшу на уши, потому что вы ее отчасти принимали. Поэтому он вот это все растягивал, типа был старался хорошим и так далее. Он думал, что вы еще до компромисса дойдете, где-то ему уступите, потому что в мелочах, где-то по шагам ему уступали. Вот в чем дело. Почему он это продолжал и не сразу это все закончилась история. И сейчас даже, когда вы уехали после всей этой жести, вы мне сами пишете, ой, мне кажется, что там надо ему все-таки отношения заканчивать. Вы еще сомневаетесь? Да, блин, заканчиваете. Вам это не нравится? Заканчиваете. Все, приехали. Все просто. О чем тут еще думать? Вот такая история. Девочки, пишите ваши комментарии. Я сильно много комментариев давать не могу. Видео так очень огромное получилось на самое долгое у меня на канале. Я думаю, что женщине будет очень полезно почитать ваши отзывы в комментариях. В общем, не расстраивайтесь. Я вам больше скажу, это не тот просто турок, он крался на себя, прорекламировал. Посмотрите побольше моих видео на канале про отношения. Вы поймете, что это было. У меня про это все уже есть объяснение. Я вам честно скажу, не бойтесь вступать в отношения, если будут турки. Они не все такие совсем. Про стереотипы и все прочее. Это просто такой попался, который красно умеет врать, промо себе устраивать. Поэтому у него упал взгляд на славянскую женщину, спутницу. Он думал, что она жертвенная и будет все терпеть и так далее. Потому что турчанки такое к себе терпеть тоже не будут. Это очень ему прям трудно, единицы надо искать женщин, которые бы здесь на такие условия согласились. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Вы можете написать, взять консультацию психологическую. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok